Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня в программе телеканала «Видное ТВ» передача «Квартирник». И мы сегодня пригласили к нам в студию молодого, но уже подающего большие надежды композитора, певца, основателя группы «Ариэль» Валерия Ярушина. Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте, только вы как-то странно меня представили. А именно таким образом, как мне показалось, могло бы пройти представление вас в каком-нибудь 70-х годах, в какой-нибудь программе «Утренняя почта». Да, запросто. Но времена изменились. Ну что, теперь я ветеран, пожалуйста, обращайтесь как хотите. Хорошо. Валерий, действительно, огромное спасибо за то, что пришли, за то, что приняли наше приглашение. Я уверен, что те наши телезрители, которые сейчас у экранов своих телеприемников, у нас сейчас прямой эфир. Вы можете задавать свои вопросы по телефону, которые вы видите на своих экранах. У нас Валерий Иванович, раз уж он говорит, подготовил вот такой фильм, где собраны самые лучшие песни. И мы чуть позже разыграем такой мини-викторину. Мы зададим вопрос, и тот, кто первый на него ответит, тот получит вот этот вот диск с песнями, записями «Судьба по имени Ариэль». Да. Валерий, давайте, чтобы нам сразу, наших телезрителей, так сказать, окунуть в атмосферу тех чарующих звуков, которые звучали, как мне кажется, избитые фразы, но это абсолютная правда, из каждого утюга в Советском Союзе. Согласен. Давайте их сразу окунем в эту атмосферу, не только нашей сегодняшней программы, но и того творчества, которое вы на протяжении, ну чего уж греха даете, многих лет дарите своим слушателям. Хорошо. Мы начнем с музыки или все-таки маленькая информация, все-таки насчет Ариэля? Буквально. Давайте с музыки, а потом мы уже и начнем информацию. Ну давайте на узнавание сделаем одну песенку, споем, а потом мы уже будем говорить предметно, уже какие-то важные вопросы. Договорились. Итак, на узнавание одна из популярных песен ансамбля «Ариэль». Еще одно промчалось лето и не решило ничего, но где-то есть на свете, где-то есть ключ от сердца твоей порой. Есть ключ от сердца твоего. На море, на океане, на острове Буяне, пусть даже он запрятан под камень белгорючь. Однажды в море кровном найду я этот остров, найду я этот камень, найду я этот ключ. Нигде на карте нет буяна, но завтра я отправлюсь в путь, чтоб все объехать океаны и камни все перевернуть. И камни все перевернуть. На море, на океане, на острове Буяне, пусть даже он запрятан под камень белгорючь. Однажды в море кровном найду я этот остров, найду я этот камень, найду я этот ключ. Буяне, на острове Буяне, пусть даже он запрятан под камень белгорючь. Однажды в море кровном найду я этот остров, найду я этот камень, найду я этот ключ. Найду я этот ключ. Найду. Спасибо, спасибо огромное. Я уверен, что сейчас все телезрители, которые уже подключились к нашей программе, абсолютно точно узнали эту песню, узнали и вспомнили те годы, когда она действительно звучала, звучала и звучала. Да, это 80-е годы, да, это была передача «Шире круг», как-то у нас больше по таким телевизионным передачам. До этого была подпольная популярность. Я когда рассказывал всем знакомым, даже в какой-то степени хвастался, ко мне приедет на квартирник лидер группы «Ариэль», старшее поколение говорил «Да ладно, Ариэль!» И сразу, да, молодой, а что они поют? Ну, конечно. А почему «Ариэль»? Откуда пошло это название «Ариэль»? Потому что они-то знают «Ариэль» несколько в другом. Очень хороший вопрос, потому что, действительно, не то что имя, название вообще это просто редкое, а по тем временам совсем редкое, потому что это роман советского писателя-фантаста Александра Беляева «Ариэль». Вот, что он означает? Практически на всех языках это «дух воздуха», если в переводе так вот практически. У Гёте певец, у Шекспира «дух воздуха», но в основном это такое воздушное существо. Но был камень преткновения, когда Валерий Паршуков, студент ЧПИ, ему принадлежит вот эта идея, когда мы назвали, вернее, он назвал, и мы стали работать, и вот пошли письма такие какие-то официальные. А почему «Ариэль» называется по-еврейски? Почему оказалась премьер-министр Израиля Ариэль Шарон? Да, вот такой казус был, но в это время мы уже были обласканы, ну как вам сказать, Никита Богословский влюбился в нашу группу, очень много хороших строчек писал в газетах, и мы как-то были уже защищены даже вот этим, даже человеком, и как-то оставили нам. Потому что раньше какие названия у нас были, да? «Пламя», «Самоцветы», «Поющие гитары», «Синие птицы», «Серебряные гитары», «Каких только не было». Да, у вас название действительно было необычное, что уже все-таки какое-то воздушное. И вот, и началось-то все, я говорю, что с подпольных кассетных концертов. Все-таки были подпольные концерты. Конечно, обязательно. Мы же себя... Я думаю, подпольные концерты – это только машина времени, круизы и так далее. Мы даже, можно сказать, похвастаемся. Я сейчас специально не буду говорить дату, когда мы родились, потому что это у нас потом будет вопрос телезрителя. Может быть, мы сейчас... А давайте так и сделаем. Давайте, чтобы зрителям, по крайней мере, было время подготовиться. Итак, дорогие друзья, первая викторина, такая мини-викторина, кто получит у нас диск из рук Валерия Ярушина. Давайте такой год основания золотого состава. Год основания золотого состава ансамбля «Риэль». Вот. Вот такие, друзья, вот такой у нас первый дозвонившийся получит диск... Ну, если он еще правильно скажет, дозвонившийся, потому что если он неправильно, конечно, кто первый упомянет. Естественно. Продолжим тему по поводу подпольных концертов. В то время все были влюблены в группу «Битлз», это естественно. И всем захотелось также делать вот такие концерты. Конечно, на центральный канал никто там не допускал никого, даже самых-самых. Потому что считалось, что буржуазная идеология несет вот эта гитарная музыка, длинные волосы и так далее. Это же жутко, это уже можно бесконечно говорить. Но мы выдержали это испытание временем. Когда нас пригласили на фестиваль «Алло, мы чем таланты», я своим ребятам... А до этого мы играли уже битловские песни, причем на русском языке, танцы собирали, в общем, девчонки и все прочее. Это самодеятельный коллектив. Вы рассказывайте, я сам уже вспоминаю все это дело. Так вот, в чем дело самое главное. Когда возникла необходимость выступить, я говорю, ребята, мы с битловскими песенками просто никуда не пролезем. Уж давайте так честно. Давайте я предлагаю две русские народные песни. Они, ха-ха-ха, мы рок-н-ролльщики, вдруг будем пьяные песни орать. Там, ой, мороз, мороз, и ничто в полечке не колышется. Я говорю, нет, ребята, подождите. Они, честно, выучили пятиголосие, красиво сделали, все я сделал. И вдруг мы получаем потрясающие такие аплодисменты, зал браво кричит. Они сами даже на меня так это покосились. И я оказался прав. Вот отсюда точка отсчета я хочу вести все-таки отоломочим талантов. А у нас есть телефонный звонок. Ну-ка. Принимаем? Добрый вечер, давайте общаться. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Олег, Валерий. Да. Очень приятно вас видеть на телеканале. Спасибо, спасибо. Хотел бы спросить, расскажите какую-нибудь историю о какой-нибудь песне, которая была на ротации, на радио, на телевидении. Вот. Так, сейчас расскажу. На вопрос, наверное, отвечу год, наверное, 1970-й. Блестяще. Ну что ж, мы засчитываем, засчитываем этот ответ. И это действительно 1970-й год. Но дату пока не говорите. Дату не будем говорить. Хорошо. Итак, вопрос, который задал наш телезритель. Самый смешной и какой-то необычный случай произошел с песней «В краю магнолии». Когда мы предложили нам на пластинку, а там сидел худсовет, худсовет, естественно. Без этого никуда. Там из них процентов где-то 80 партийных работников, которые не допускали никакого-то даже намека на какие-то там какие-то такие странные тексты. И вот, идет песня, и вдруг, вы знаете, после песни, вам надо доработать эту песню. Как там? Там все в порядке вроде. Ну что, в краю магнолии тут светит солнышко там и так далее. Нет. Очень двухсмысленно звучит последняя фраза. И можно говорить свободно про жизнь и про любовь. Выходит, в краю магнолии можно говорить, выходит, в других краях нельзя. Но вот такие были дебилизмы. А в фразе девчонки снятся? Ну, тоже. Тут можно и на курева намекнуть. Да. И так далее. Ну вот, вторая претензия. Глаза не могут блестеть, как агаты. Я говорю, как это? Ну, отшлипываю любой булыжник, он блестеть будет. Нет, доработайте. И вот мы эту песню взяли, я вот, как мы говорим, блины, да? Вот блины, это беру и несу на телевидение. Там другой худсовет, не мелодия. Там с руками, с ногами схватили эту песню, сразу наметили съемку. Через неделю, она уже была в эфире. А у нас не через неделю, а буквально в эту секунду уже есть еще один звонок от нашего. Отлично. Телезрителя. Добрый вечер, давайте общаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, плохо говорю, болею сильно. Но, знаете, несмотря на то, что даже болею, я с удовольствием уже начинаю петь с вами вместе. Спасибо. И готова ответить точно на ваш вопрос, потому что предыдущий звонивший ответил не точно, он не назвал дату, а это 7 ноября. Боже мой, потрясающе. Как вас зовут, милая дама? Меня зовут Катя. Катюша, ну это просто фантастика. Это действительно 7 ноября. Дело в том, что это день моего рождения, дата моего рождения. Ну, боже мой, какое совпадение. Я подпишу обязательно вам этот фильм. Екатерина, диск ваш и, более того, с автографом маэстро. Обязательно. Спасибо большое. Можно вопрос еще? Конечно. Пожалуйста, пожалуйста. Я знаю очень много песен Валерия Ярушина, в общем-то, группы Ариэль. А мне интересно, есть ли среди песен, возможно, даже незнакомая песня, но, может быть, самая близкая душевно вам, Валерия? Есть. Спасибо, Екатерина, спасибо. Катюша, вы знаете, вы попали в точку, потому что одна песня, которую написал, допустим, не я, можно так говорить, но я ее считаю своей. Вы представляете, вот интересно, издалека, если начать, когда я учился в музычилище и слушал и смотрел потрясающие фильмы с музыкой Александра Зацепина, и я так мечтал, думаю, а вдруг вот такое будет, вот я вот, допустим, подрасту, вот у меня будет какой-то ансамбль, и вдруг мне Александр Зацепин напишет песню мою фирменную, как бы, чтобы от меня пошла. И это случилось, когда Ариэль занял первое место на конкурсе в пятом сезоне артистов эстрады в 1974 году, и вдруг сразу... Нет, это здесь, в Белисси был 80-й, это другой конкурс, здесь раньше был еще, когда мы вместе выступили, и Алла Пугачева, ансамбль Ариэль, и Геннадий Хазанов, это три имени появилось на эстраде. Вот это такой сенсационный конкурс. Сразу тут же замдиректора картины приехали, будьте любезны, вы знаете, мы вас хотим пригласить озвучивать фильм вместе с Аллой Пугачевой и Валерием Абадзинским. Фильм назывался «Между небом и землей». Я чуть не перекрестился. Это вот то, что как раз та мечта, которая сбылась. Вот красивейшая мелодия, я сейчас хочу ее исполнить. Вы знаете, она мне настолько дорога, я думаю, вы тоже... Все-таки еще раз напомнить то, что зацепим гениальный композитор. Я только, к сожалению, песня как-то редко исполняется, но когда мы ее исполняем в зале, кричат браво. Ни одного слова возражения не услышать. Потрясающая песня, она называется «Уходишь ты». Песня из кинофильма «Между небом и землей». Ну что ж, слушаем. И твой фильм ухоп. Раняя свет печальный, И тень твой укачая. Фонарь глядит и темноты От снега город белый И никому нет дела Что от меня уходишь ты А вьюга как нарочно Кружится как нарочно Следы все больше Занося, занося Тебя окликнуть можно Еще окликнуть можно Но возвратить уже нельзя Смотрю как стынет полночь И не могу припомнить Такой неласковой зимы И не могу поверить Что ты моя потеря Что навсегда расстались мы А вьюга как нарочно Кружится как нарочно Следы все больше Занося, занося, занося Тебя окликнуть можно Еще окликнуть можно Но возвратить уже нельзя Как ухо ветер плачет И не могу поверить А вьюга как нарочно Кружится как нарочно Смотрю как нарочно Следы все больше Следы все больше Занося, занося Тебя окликнуть можно Еще окликнуть можно Но возвратить уже нельзя Но возвратить уже нельзя Но возвратить уже нельзя Спасибо Действительно, это очень красивое А вы знаете, Валерий Я иногда задаю этот вопрос Когда я вижу, что Настоящий музыкант Уж простите Задаю вопрос Есть ли песня В репертуаре любого исполнителя Когда вы жалеете Что не вы ее написали? Ну, знаете Боюсь быть оригинальным Но все равно все-таки нет Потому что у нас так было С самого начала У нас была установочка Так, для всех музыкантов Когда мы собрались Во что бы то ни стало Не быть похожим ни на кого Даже исполняя ансамбль Битлз Который я исполняю до сих пор Из дочери Я потом уже Если вы зададите вопрос Поподробнее расскажу Когда мы с дочерью И с сыном ездим Уже восьмой раз ездили в Ливерпуль На родину Битлз Вот там мы исполняем в оригинале То есть все битломаны Но, тем не менее Приезжая в Россию Естественно, когда идет концерт Мы исполняем только свой репертуар Ну, так бы нам хотелось Хотя бывают иногда Вот такие песни Как «Наклонилось вдруг небо ниже» Люди встречаются Но это Ариэль пел на танцах Еще до нашего такого Большого, известного такого момента Вот Поэтому, ну, наверное, все-таки Мы настолько были Во-первых, четыре композитора Из шести ансамбляs Нам завидовали многие коллективы Да, если посмотреть композиторов Которые вам писали Да, и которые нам писали Никита Богословский, Людмила Лядова Александр Морозов Конечно Александр Морозов, да Конечно Ведь группа образовалась Ну, и ансамбль Ансамбль, да В Челябинске Да, в Челябинске Как это происходило? Это было Самое интересное Были два коллектива В Челябинске У меня был ансамбль Аллегра На этой счет Шестьдесят восьмой Шестьдесят девятый год Ансамбль Ариэль без меня Существовал Такой в подпольном плане Они пели Перепевали ансамбль Битлс Но на русском языке пели И вдруг нас соединили вместе В одном каком-то конкурсе Там какой-то комсомол Это по распоряжению ЦК Распоряжению Ну нет, просто телевидение Причем Самое интересное Наше челябинское телевидение Они изъявили желание Сделать фестиваль трех групп Еще был ансамбль пилигримы Пилигримы Аллегро Ариэль Пилигримы отказались Что-то не получилось И получилось вот это вот Два ансамбля Аллегро У меня уже был Скрипач на барабанах Играющий на барабанах Все его знают Борис Каплун Кличка Баба Иган Пошел Популярный Баба Игу пел Вот Там Лев Гуров Прима Ну будем так Я уж ее примой называл Там в то время Он единственный Такой красивый голос Был у Ариэля И вот когда мы В этом конкурсе выступали Нам присудили первое место Им презрительного зала А потом подошел один товарищ И говорит Слушай, давай соединим Два ансамбля вместе Давай У тебя есть сильный музыкант У нас Мы так извинимся Перед слабыми Слабыми пусть они уйдут И вот Слияние двух коллективов Так вот Седьмого ноября Как раз Катюша сказала Сейчас Мы Родились как золотой состав Седьмого ноября Семидесятого года И соединили Вот эти музыканты Как вообще удалось Из Челябинска Да Пробиться Уж извиняюсь В Москву Спасибо На лучшие площадки На лучшие концерты И так далее Ну Здесь сразу еще раз говорю Что вот Нам повезло Что Никита Богословский Влюбился в наш коллектив Который уже сидел на чемоданах Почитайте мою книгу Просто наберите мою фамилию Зайдите и посмотрите Вот уникальный был момент Когда мы практически Нас разогнали в Челябинске Потому что на наших концертах Публика ломала стулья Как часто бывало И не только у нас Наверное В всем Советском Союзе Бывали Когда жиотаж был Вот И нам прилепили Это якобы Ах вот Эта буржуазная идеология Мы вас не отпускаем На фестиваль Не отпустили на фестиваль Мы сами поехали в Латвию Занимаем первое место Раймонд Паулс Главный в жюри сидит Я говорю Раймонд Нас не отпустили Мы сами приехали Вот так вот Ничего Вас простят Нас не только Простили Нас сразу сформировали Вот сейчас спокойно Можно об этом говорить На самом деле Был почти геноцид Уж простите за это слово Но получилось так Что нас просто нигде Решили не принимать Ансамбль А речь Значит Ни в какой дворец Мы взмолились Раймонду Паулсу Он нашел нам даже Комнату в общежитиях И мы уже сидели Чуть ли не на чемоданах Я бы сейчас с вами Наверное На латышском языке Говорил Я бы сказал Неплохой акцент Я получил первую премию За эту аранжировку Так вот К чему все говорю И вдруг Никита Богословский Написал в литературную газету Столько хвалебных строчек А мы уже на чемоданах сидим И тут бомба взорвалась Информационная Представляете Ко мне подослали Товарищи из филармонии Первый раз в жизни Меня по имени-отчеству назвали Валерий Иванович Будете любить Давайте в филармонии Все-таки Хватит нам по подворотам Скитаться Вот поворотный момент наш Когда мы остались В Челябинске И после этого Нас сразу Значит Повезли Можно так сказать Уже от филармонии На конкурс Профессиональный конкурс Артистов эстрады И мы в 1974 году Отдавали молоду От совала лебедушка Русские народные песни Которые в это время Очень котировались У песниров белорусские У нас русские И мы тут Как бы и политически Сыграли хорошо В каком-то плане Что русская песня Вне политики была Поэтому Я здесь развернулся Как аранжировщик Может как композитор Вот мы поэтому И стали Как говорится На это самое На такой На профессиональный Ну это действительно Это действительно хорошо В каком плане Что Ну какая-то звезда Да Видимо над вашим коллективом Все-таки Взошла и охраняла вас Наверное Ну по-другому Трудно это Трудно объяснить Все-таки Вот я очень дорожу Любовью публике Потому что у нас Какая-то вот она Она такая возвышенная Сентиментальная Вот Мы никогда не Не выступали В грязных джинсах Мы всегда Обязательно одевались Ну как-то интеллигентный образ У нас все-таки был В Ариэля А надо уважать Не только публику Но и телезрители Поэтому они Уверены Что уже заждались Заждались Песен Давайте Заждались Исполнения Исполнения Поэтому Что сейчас Споем А вот песни Юрия Лозы Вы знаете Интересный вариант Вы же знаете Что он обычно поет Свои только собственные песни Никому специально не пишет Но однажды пришел У меня день рождения был А мы только приехали Где-то откуда-то За границей Он говорит Валер Я хочу Чтобы вот эта песня Пошла от вашего ансамбля И вот я до сих пор Этот подарок Пою с превеликим удовольствием Он часто звучит В машинах Ваших Может быть Вы сейчас даже Сразу вспомните И наверное И молодые вспомнят Потому что песня Действительно Очень хорошая А называется она Заповедные места Я бежал Я бежал куда-то Я слышу всегда Я призрачное счастье Догонял И мелькали даты Унося года Оставляя детство Позади меня Только памяти своей Я не изменял Я это не свороста В заповедные места Мое детство Баса многое Навсегда осталось там Я немало испытал Но любить не перестал Те места Что душу трогают Заповедные места Никуда не деться Мне от неудач В жизни много черных Трудных дней Вдруг прихватит сердце Хоть кричит, хоть плачь И когда с бедой Бороться все Трудней Снова Обращаюсь Я к памяти Моей Я это неспроста В заповедные места Мое детство Воза многое Навсегда осталось там Я немало Я испытал Но любить не перестал Те места Что душу трогают Заповедные места Музыка 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 Я не беру Я не беру Я не беру В заповедные места Мое детство Воза многое Навсегда осталось там Я немало испытал, но любить не перестал Те места, что душу трогают заповедные места Заповедные места, заповедные места Спасибо, спасибо большое и не только от меня, но и от нашего телезрителя, который только что до нас дозвонился Добрый вечер, давайте пообщаемся Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Людмила Очень приятно видеть вас здесь, в нашем городе, на нашем телеканале Видное ТВ А расскажите, в каких городах Подмосковья вы еще бываете и как вас там встречают? Спасибо, спасибо большое за вопрос Ну, если брать географию, то я даже сейчас боюсь обедить другие города Во-первых, начнем с того, что теперь я из Челябинца превратился в жителя города Люберцы Поэтому я, в общем-то, сейчас ваш земляк Соседник? Да, конечно, конечно Вот, тем более, что я, как уже сказал, люблю Битлз Поэтому Люберцы так называют Люберпуль Люберпуль Люберпуль, про себя называют Поэтому, вы знаете, Людочка, не знаю даже, что говорить Везде очень хорошо принимают Ну, будем уже честно говорить, чем дальше вот туда, в Россию Конечно, там немножечко публика такая Она ходит, будем говорить, в большом количестве, так можно сказать Здесь, к сожалению, вы знаете, бывает, ну, так обидно, конечно 70-80 процентов Но зато, кто пришел на концерт, понимает, ну, просто очень здорово Мы немножко затронули тему, давайте ее раскроем Кто пошел по стопам, папа? Вот, дело в том, что моя супруга, кстати, которой мы живем уже 42 года Мы вот меня уже поздравляли с рубиновой свадьбой Вот, это я к этому, к слову, потому что она педагог музыкальной школы по фортепиано Ну, естественно, когда родился у нас Олеженька А потом Аленушка, да, Аленушка Естественно, они стали учиться в музыкальной школе Вот, размазывали, как говорится, вот Слезы Слезы, гаммы, но теперь они благодарны, что это было, это муштраф Будем говорить, да, сейчас это все Аленушка стала делать просто блестящие успехи Она поет сложнейшую музыку, джаз-рок, рок и рок-н-ролл Мы с ней часто ездим, вот, как я сказал, в Ливерпуль Олег, вот, Олег, вы знаете, сразу хочу сказать Все думают, вот Стасик Ярушин, который в интернах Это мой сын, все время поздравляют, у вас улыбки одинаковые В основном, женщины почему-то нашли Но, вообще-то, это однофамилец, но, большое но Когда мы узнали, где у нас жили наши предки Вот эти самые, значит, деды, прадеды Оказывается, в одной и той же деревне Поэтому Стасик, сразу хочу сказать Стасик, это мой племянник троюродный А вот Олег, вот, Олег, если вы смотрите команды КВН Премьер-лигу, 70% музыки слышите его, его аранжировки Он аранжировщик очень большого количества команд КВН Часто работал в уральских пельменях, тоже вот в этом В телевизионном проекте В телевизионном, да, проекте, там, с музыкантами, в общем, такое Вот, поэтому, вот, буквально, чуть меньше месяца назад Мы выступили в Челябинске в большом авторском концерте Они показали, там, зал на ушах, как мы говорим, был Они приготовили даже Элот Фиджеральд, композицию Самой Паганини, вот Ну, дети вот пошли, вот, тоже, хотя, конечно, честно сказать Не жалеют? Ну, нет, они, конечно, не жалеют, но это не коммерческая специальность, понимаете? Хотя, в принципе, они... Если бы, если бы не получилось стать музыкантом Не сложилось бы, не было бы Ариэля Кем бы стал Валерий Ярушин? Я бы стал комедийным актером У меня была задумка Я ходил в цирк только для того, чтобы посмотреть клоунов У меня вот просто рот разевал Вот я раскрывал рот и смотрел все три часа, как клоуны работают Потом у меня было хобби смотреть музыкально И до сих пор осталось музыкальные комедии И особенно, вот, Кавказскую пленницу я посмотрел Сейчас я вам скажу, 74 раза Вот, это мои друзья, они мне дадут соврать Я даже сделал зарубки, чтобы мне... Я в это время работал баянистом в кинотеатре Родина Перед сеансами были такие, но это в древние времена Это же как раз 67-й год был Вот, в то время... Прекрасно помните времена Да, вот, баянисты, значит, на домрочке играли Это контрабасики Вот мы такой ансамблик у нас играли И я сразу убегал в зал и слушал И смотрел опять эту Кавказскую пленницу Если уж мы вспомнили старые времена Может быть, мы вспомним ваши старые произведения Может быть, не знаю, старую пластинку Вот, вот это самая, будем говорить, самая популярная песня, наверное, в ансамбле «Ариэль» Потому что, ну, во-первых, потому что я пел еще «Утесов» Тут я даже, даже можно и не говорить Я все время объявляю в зале Вы знаете, она у нас называется так Ну, то есть, она называется вообще-то «Песенка старого извозчика» Но в «Ариэле» она называлась по-другому Старая пластинка Поэтому мы делаем вот эту сценку Как будто играет пластиночка А иголочка перескакивает Да, с бороздки на бороздку И получаются смешные слова Ну, те, кто видел нас на сцене, конечно, хохотали Браво, кричат до сих пор Но те, которые нас не видели на сцене, купили пластинку Что они подумали? Догадывайтесь, да? Что это брак фирмы «Мелодия» Сдавали пачками Это, клянусь, был такой момент Бедные продавщицы вывесили плакат Не сдавайте пластинки Ариэля Ариэль дурачится Это так и надо Вот я хочу вам сейчас ее продемонстрировать Давайте, давайте Вот эту песню Поэтому у нас не было таких вот электронных там прибамбасов Как говорится, приходилось делать губами вот эту пластиночку Давайте вспомним Поехали Поехали Вроде них все сегодня Добрый вечер Конечно Потом вспомним Говорите Здравствуйте Очень рада видеть вас Группа Ариэль, это круто Спасибо Хотелось бы спросить вас Когда ждать новый альбом И что случилось с участниками группы Ариэль Где они все? Очень хороший Постараюсь очень быстро А может, если так Да, у нас очень мало времени Давайте мы исполним песню И потом Да Когда ждать новый альбом Очень просто Наберите мою фамилию И на сайте все эти альбомы скачивайте И старые, и новые Пожалуйста Спасибо А вот эта песня Итак Старая пластинка Старая пластинка Похоже? И толик глянет над Москвой Утро вешенее Золотятся помаленьку облака Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему И как прежде поджидаемый седокам Эх, катались мы с тобою Мчались вдаль стрелой Искры сыпались и полыжи на мостовой А теперь Прилетемся тихо По спале Давай Кидая По Николе Припев Поем Месси Ну подружка верная Тру старушка древняя Встань Маруська в стороне Наши годы длинные Мы друзья старинные Ты верна, как прежде мне Ледными подковами А я коляску чистым молоком покрывал Но метро сверху знул перилами дубовыми Сразу всех он седоков околдовал Ну да как же это только да получается Что-то в жизни перепуталось с метро Чтобы запоречь тебя я утром отправляюсь От сокольников до парка на метро Ты верна, как прежде мне Руська в саране Наши годы длинные Мы друзья старинные Ты верна как пик Спасибо огромное Я уверен, что все наши телезрители С огромным удовольствием это прослушали Почему так летит время? Почему? Его осталось, во-первых, эфирного не так много А еще хочется послушать Еще хочется в какую-то ностальгию впасть В общем-то, это реально Такие старые песни проверены уже временем Поэтому они остаются в памяти у народа Это что самое потрясающее Я уверен, что люди не только нашего поколения А даже молодежь Когда она слышит песни Не случайно же дискотеки Те же восьмидесятых Они же собирают огромные аудитории Не только наши поколения А молодые приходят Это здорово Я помню даже, насколько одно время Молодежь начала слушать Богомаева Начала слушать Хиля Это было приятно Настоящая искусственная пробьет дорогу всегда Даже молодым Я уверен, что ни одна передача Ни один концерт Не обходится без этой песни Ага, да Которую я немножко вначале сказал Никогда Дали, представляете Мы думали, ну проживет песня пять лет Ну шесть лет Она живет и живет Как-то в девяностых ее не было А в двухтысячных опять молодежь Влюбилась в нее Фигуристы ее заплясали под нее Начали танцевать Ну а что говорить Давайте споем ее Давайте Тут, наверное, запляшивает даже Кто сидел на экране Я больше чем уверен, что и я сам сейчас Не только запляшу, но и спою И всем предлагаю нашим телезрителям Упределеница Не знаю, горя, горя, горя Краю погнули Трищет море Сидят мальчишки на заборе И на меня наолит грусть Танцуют пары, пары, пары Мотив знакомый, даже старый И сладкий голос, баски старый Тревожит память мою Ну и пусть, ну и пусть И пусть Поем Вот так же когда-то Сюда мы бегали Ребята, ребята Глаза блестыли, как агаты Агаты И на щеках игра на кровь Как и можно, как и модно Танцуют пары, под аккорды, аккорды И можно говорить Свобода, свобода Про жизнь и про любовь Про жизнь и про любовь Краю магнорю плещет море Сидят мальчишки на заборе И восхищение в каждом зоре Невольно я сейчас славлю Мальчишкам надоело драться И по ночам девчонки снятся Но мне для них сегодня танцы А эта песня для них И сейчас я ее дарю Вот так же когда-то Сюда мы бегали Ребята, ребята Глаза блестели, как агаты И на щеках играла кровь Как и модно Как и модно Танцуют пары, под аккорды, аккорды И можно говорить Свобода, свобода Про жизнь и про любовь О, так же когда-то Сюда мы бегали Ребята, ребята Глаза блестели, как агаты И на щеках играла кровь Как и модно Как и модно Танцуют пары, под аккорды, аккорды И можно говорить Свобода, свобода Про жизнь и про любовь Любовь Валерий, вы не представляете Какой подарок вы сейчас сделали Для всех наших телезрителей Спасибо большое вам Спасибо вам огромное К сожалению Время нашего эфира подошло к концу Но мне все-таки хотелось бы Нашим телезрителям И вам Я не знаю Знаете ли вы эту Как я люблю говорить Статистику Группа Ариэль Образовалась 7 ноября В день революции Революция, которая Определила историю СССР А вы родились 12 июня В день России Вот как приятно Можете себе представить Какой исторический момент Вы родились в день России А 7 ноября СССР И вот эту всю историческую глыбу Мы когда собрались За праздничным столом Думали, что этот праздник Будет вечным Но к сожалению Сейчас это все четвертое Как говорится Этот праздник Уже как бы ушел туда Но Вот наше поколение Все-таки Вот согласитесь Все равно 7 ноября собирается За столом Вот до сих пор Понимаете Все-таки ностальгия Хорошее Светлое чувство Когда ты вспоминаешь Только хорошее Что было в Советском Союзе Я уверен Что наши телезрители Всегда будут вспоминать Только самое хорошее Посмотрев Нашу программу Квартирник Спасибо Спасибо, Валерий Еще раз А мы с вами прощаемся Всего доброго И до новых встреч Пока Субтитры создавал DimaTorzok